Времени суток всем, репортаж из гаражей. Делаю, я тут мангал надел, вон целая этажерка. Я делаю еще вот такую вот беседочку, в основном о ней пойдет сегодня рассказ. Параллельно у меня еще идет вот такой вот стволь. Вот мангал, съемные ножки у него. А вот так я их одел, видите, и уже стоит конструкцию. Про это я, конечно, расскажу попозже. Вот видите, я поставил, почему здесь планки, почему такой мощный, почему он повыше, почему такие ножки, видите, какая селешница, как она устроена. Это я все-таки расскажу более в других репортажах, более подробно, не все сразу. Прочно, уверенно, почему здесь немножко болтает слез, потому что они съемные ножки. Ну, это как помните в Каметь Клаб. Вот у кого-то стоит, у кого-то не стоит. Так что немножко мы, как обычно, на позитиве. Без позитива работать нельзя, немножко с шуткой. Мы стараемся всегда шутить. К труду никак серьезно относиться нельзя, только со смехом. Теперь про беседочку. Самый основной внутренний размер 2 на 3. По внешнему, естественно, больше. Крыша там уже, по-моему, 320 идет, тоже на 2 метра. Будет здесь поликарбонат, специально показываю. Тоже как бы анонсированный репортаж. Видите, вот эти вот боковины, у меня была похожая беседочка на ярмарке. Вот я тоже когда-то к ярмарке сделал, в Покровской, да. Видите, в этот раз решил стены сделать. То есть здесь у меня она даже съемная, сборно-разборная. Но может быть, видите, и здесь сборно-болты стоят. И это тоже, видите, внизу гаечки. То есть можно перевозить, вся она разбирается. И вся легко собирается. Как вы видите, материал тут 40 на 40, 40 на 20, 40 на 20, все связано еще. То есть вполне довольно-таки прочный каркас. Никуда она не упадет, не сложится. Конечно, если вот этих стен нет, то возможность на болтах, она все-таки тяжелая. Если вы будете варить сборно-разборно, я вам честно скажу, если еще вот тут я хочу поликарбонатом зашить боковины тут, то есть ураган ее может только так сложить, сильный, и она, если даст чуть-чуть крен, чуть-чуть крен вправо, там, влево, то есть болты, вот эти вот, на которых, видите, вот соединяется, вот эта нижняя часть, она соединяется, вот видите, отход выходит. Здесь то же самое. Вот, то есть я по низу ее как бы держит, а по верху ее скрепляет крыша. Если кому подробно, могу на этом остановиться, более подробно объяснить. Ну, как вы понимаете, крыша идет отдельно, боковины это отдельно, это отдельно, вот эти все стенки отдельно, еще по низу скрепляет. Но, вот если вот эта стена, стена, и та стена не будет, то возможность она сложится, если она будет только сборно-разборно. Если она будет на сварке, то без проблем, без этих стен обойтись можно. Видите, я вот сегодня только покрасил, покрасил. Там весь каркас 20 на 20, видите, как часто проходит, буквально там через 50 сантиметров. То есть крыша, чтобы не прогнулась, даже с небольшим запасом прочности. Дизайн, как обычно, я придумывал все по ходу. Видите, канал, у меня все-таки автор называется, да? Поэтому все прикладывал. Вот эта версия у меня уже была, я прям ничего не придумывал, ее взял. Удачно, я считаю, получилось. Ну, а здесь я уже прикладывал, соединял. Но выдумал, фантазировал, чтобы уже получилось, знаете, как, ну, что-то новое. И самое главное, недорогое. Можно еще больше украсть. У меня были такие беседки, там бывает одно украшение, не 15 тысяч, беседка сама 15. Поэтому бывает такое, что лучше люди говорят, сделай нам побольше. Ну, вот без этих вот виноградных листов, вот, можете сами посчитать. Тут 19 листов, только там 19. Здесь элементов, по-моему, 30 кованых с каждой стороны. Все набегает. Прямо как целый дом. Вот если все боковины я закрою, это обязательно я покажу в будущем, да, на месте. Если вот зашиться, то себе я хочу, вообще будет как дом, можете сделать. Ну, конечно, входить надо, тоже еще какая версия. Вход сделать один, чтобы было уютно, там чуть ли не спать можно было. И летом, и от дождя хорошо, удобно прятаться. Во дворе поставить, в частном доме, во дворе жилых домов, в частном секторе. Я считаю, вот такая, знаете, она небольшая. И я считаю, вполне для небольших копаний самый он. И дождь вас не побеспокоит, если она вся будет зашита. Один вход, конечно, надо оставлять, чтобы человек мог зайти. Свободно столы занести, стулья. Ну, а так беседки тоже я делаю большие, 5 там на 4. У меня, наверное, просто видео нет. Я еще тогда видео особо подробнее не снимал. Вот такие у меня на сайте есть фотографии таких беседок огромные, стационарные. Мы делали высоченные. Там уже для больших компаний. Там они потом, я видел, и качели, они туда ставили. Столы, стулья. То есть там у них по 20 человек насаживалось. Я еще, может быть, второй раз пойдусь покрашу, потому что здесь что-то мог пропустить. Пропустить. Ну, и, конечно, буду потом золотить. То есть я буду поотенировать, чтобы было четко, чтобы она богато смотрелась. Вообще, хотел золотом покрасить, но потом я посчитал пока по покраске. Там одна покраска в десятку точно обойдется. Мне никто за нее как бы не оплатит. Потому что золотая краска. Там баночка такая небольшая. Тысяча рублей стоит. 900 градусов. Вот так на сегодня всего. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за вопросы и комментарии. У кого вопросы, мы на ваш вопрос постараемся ответить. Следите за новиночками. То, что тут у меня будет доделано, доработано. Хотя так уже основной пристан весь понятен. Просто какие-то, может быть, вопросы появятся, я дополнительно на них отвечу. Ну и уже увидите, когда она будет полностью готова на 100%. Еще раз до свидания. Смотрим, как обычно, после видеофото. До новых встреч. Еще раз. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok